Псалом 111 начинается тем же словом Аллилуйя, хвалите Господа И продолжает традицию восхваления тех, кого можно смело назвать блаженным Блаженный это не счастливый Счастливый это человек, которому хорошо сегодня Будет ли хорошо ему завтра, никто не знает Блаженный это человек, уцепившийся за вечную жизнь, которому хорошо всегда Блаженным называли людей, которые не идут на свет нечестивых Которые милуют нищих, которые имеют страх Божий Псалом 111 говорит также о блаженных Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его Итак, любовь к Богу и крепкое хранение заповедей Есть путь к счастью, к блаженству, которое не уйдет, не изменится, не ускользнет Которое пребудет с человеком вовеки Сильно будет на земле семья его, род праведных, благословится Важные слова Из-за святости одного человека могут быть свято и блаженны и благословенны многие его потомки Если корень свят, то и ветви Если отец или дед или прапрадед был Богу угоден То многие отрасли от этого корня могут жить на земле, наслаждаясь миром, счастьем, здоровьем, благоденствием Сильно будет на земле семья его, блаженного человека, род праведных, благословится Как хорошо, если мы с вами, например, кто-нибудь из нас является потомком, отраслью от крепкого корня Как хорошо, если мы не являясь потомками крепких корней, сами превращаемся в крепкий корень И благословение передаем будущим поколениям, от нас рожденным, и жизнью святой и красивой Делаем их в будущем успешными Как нужно об этом думать, как от этого всем было бы легче Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовеки Ветхий Завет не умел иначе похвалить человека и иначе наградить его, как только земным счастьем и богатством Земное богатство было мерилом всего, что есть в человеке внутри Если он свят, то должен быть и богат, так думали древние Правда, встречались на этом пути многие препятствия Например, праведный Иов, и благочестив, и свят, и удаляющийся от зла, и вдруг болен, беден, потерявший все Нельзя было понять это человеку с древними мозгами, с ветхозаветным сознанием Вот сегодня мы уже знаем, что святой может быть несчастным А вот тогда думали, что раз благочестив, раз праведен, значит слава и богатство в дому его Значит, правда его пребывает вовеки Добрый человек милует и взаймы дает Он даст твердость словам своим на суде Моисей однажды говорил евреям Если вы будете соблюдать и исполнять все, что сказано вам То давать взаймы будете, а брать не будете Признак праведного человека – это давать взаймы и ни у кого не брать Нужно вообще-то бояться брать в долг, лишний раз долги заложить не нужно Просить нужно как можно меньше Нужно обходиться теми средствами, которые есть Но вот признак праведного человека, на котором Божие благословение Это если он взаймы дает, просящему у тебя дай, говорит Евангелие Но ни у кого взаймы не берет И об этом говорит также Псалом Он вовек не поколеблется Напоминаю, что разговор о блаженном муже, о человеке, боящемся Господа В вечной памяти будет праведник Эти слова мы читаем и поем в память Иоанна Претечи В память вечную будет праведник Так говорится в тропаре святому Иоанну Претечи Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки А вот эти слова уже апостол Павел приписывает Господу Иисусу Христу Господь дал нам множество даров Расточил, раздал, самого себя раздал по сути Кровь изжил, источил для спасения грешника Духа Святого умолил Отца послать в мир для того, чтобы наполнились благодатью человеческие души Расточил, раздал, правда его пребывает вовеки Псалом сей восхваляет человека, Бога боящегося Человека, Богу служащего И Псалом сей также пророчествует о Господе Иисусе Христе Ибо из мира людей никто так не любит Бога Никто так не послушен Ему, как Сын Божий, ставший человеком Это был Псалом 111 Еще один чудный цветок в Саду Божественных Песен До встречи в этом саду В саду, который не вянет и не перестает приносить плоды Саду Божественных Песен